поступил вопрос как вы готовитесь к проповеди я постараюсь вам ответить на этот вопрос вообще я человек очень требовательный к себе я себе не позволяю выходить на проповедь неподготовленным у меня на это уходит обычно очень много времени как минимум это 20 часов а часто даже от 20 до 30 часов меня уходит на подготовку к проповеди хочу заметить друзья что хорошая проповедь зависит не только от ваших знаний способности информации или подготовки это также зависит и от божьего присутствия от помазания святого духа конечно же перед проповедью я всегда молюсь я вообще ежедневно молюсь о том чтобы бог посылал мне слово я как бы всегда нахожусь в этом голоде где я ожидаю от бога рему в мой дух я постоянно на чеку постоянно как бы жду этого слова и для своего духа и также для церкви я также верю что успех проповедей зависит еще и от того что люди за меня молятся я в это очень сильно верю я верю что это как у каждой имеет свою роль или ответственность и в этой цепочке каждый исполняет свою роль кто-то готовится а кто-то молится и бог посылает и отвечает этим на молитвы церкви или народа поэтому я вдохновляю вас друзья чтобы вы молились за ваших проповедников и за ваших служителей потому что проповедники проходят очень большую борьбу давление в духовном мире я это точно знаю поэтому молитесь о них один из таких уникальных методов в подготовке к проповеди в моем случае я часто записываю проповеди в течение не просто дня в течение суток это я и я не просто вот так вот сел и сейчас вот я буду готовить проповедь иногда я просто вот хожу лежу даже уже лег спать и вдруг приходит мысль такая яркая как стрела в моем сердце я знаю что она меня окрыляет я встаю беру свой телефон и записываю и часто я во время суток я записываю вот эти мысли в свой телефон я могу за обедом что-то записать могу в каком-то разговоре просто общаясь приходит какая-то мысль откровение я беру телефон и снова записываю и у меня вот в телефоне есть много таких вот файлов открытых много начатых проповедей потом со временем они обрастают мыслями и вырастают хорошую проповедь это такой уникальный метод подготовки к проповеди круглосуточно конечно же иногда я сажусь и готовлюсь и я знаю что мне просто надо проповедовать и не всегда у меня даже есть тема готова или мысли которые были записаны и тогда я просто выбираю тему чаще всего у меня эти темы уже пришли раньше как я сказал эти откровения в течение суток которые записал но иногда когда они не пришли то я просто сажусь начинаю копать искать иногда я выбираю тему зависимости от нужды проблемы которые я вижу что нужно церкви или людям об этом сказать напомнить иногда это зависимости от актуальных событий приходит тема или я ее выбираю а иногда это связано с праздниками и это тоже актуальность темы когда у тема уже выбрана тогда я уже выбираю я нахожу все стихи в писании которые говорят на эту тему и использую симфонию компьютер и прохожу и изучаю анализирую все что говорит слово божье на эту тему я всегда использую структуру у меня есть обязательно конспект моей проповеди использую пункты 123 под пункты я думаю что это помогает слушателю это вносит ясность это помогает запоминать усваивать материал я также часто использую powerpoint где здесь уже влияние памяти визуальная память работает и слуховая память работает это также помогает лучше усвоить проповедь также я всегда использую разные переводы когда изучаю писание знание разных языков тоже помогает в этом случае но и разные переводы контекста писаний текстов она тоже вам помогает понять лучше что имелось ввиду в этом месте писания вы также можете изучать исторические факты контекст но и конечно же жизненные примеры в любой теме не всегда очень сильно украсят и помогут запомнить вашу тему и также я допускаю что иногда это очень нормально уходить от конспекта от powerpoint а даже если он у вас есть когда вы просто отдаетесь уже водительство духа святого и вы уже не следуете этим пунктом и бумажкам иногда это тоже случается в моей жизни и это тоже иногда допустимо и даже хорошо но конечно важно все равно быть подготовленным все равно иметь конспект и на вот эту твою жертву часто сходит и божий огонь также друзья я советую чтобы в проповедях вы часто помнили ли обращались к неверующим не церковным людям которые смотрят онлайн или которые первый раз возможно находится в вашей церкви вы можете им давать возможность прийти к богу в покаянии в конце проповеди я часто это делаю можете обращаться закидывая некоторые мысли которые именно направлены цели направлено для неверующих людей потому что это наше призвание мы должны всегда помнить что спасенный призван спасать и воскресенье когда я знаю что я проповедую обычно мой день начинается 6 утра где я прохожу по своему конспекту и провожу время в молитве и готовлюсь к проповеди вот так приблизительно друзья я готовлюсь к проповедям я вдохновляю и благословляю проповедников а всех слушателей прошу благословляйте и молитесь за проповедников будьте благословенны